Реконструкция стадиона «Спартак» и строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном и ледовой ареной. На 2021 года оснащенность городского округа спортивными объектами должна существенно улучшиться. Об этом сегодня во время встречи с жителями рассказала начальник управления физической культуры и спорта Оксана Гурова. Подробности далее. Порядка 235 миллионов рублей будет выделено на реконструкцию стадиона «Спартак» по государственной программе «Спорт Подмосковья». Работу предстоят масштабные, спортивные сооружения по сути построят заново. Самое главное, на основном поле будет сделан искусственный газон с подогревом, чтобы им можно было пользоваться круглый год. Естественно, заменят на новое покрытие легкоатлетической зоны, сделают мультиспортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. Трибуны и подтрибунные помещения будут созданы с нуля и оборудованы в соответствии с современными стандартами. Вот так будет выглядеть интерьер нашего нового стадиона, наших новых подтрибунных помещений. Это будет просторный холл для ожидания, для занимающихся, для людей, которые ожидают детей с секцией. В планах также замена входной группы и общее благоустройство территории. Работы планируется начать в течение месяца. На время их проведения часть стадиона будет закрыта для посещения. Доступной останется территория, расположенная за хоккейной коробкой. Так что любители пробежаться по дорожкам между сосен не лишат такой возможности. Реконструкция стадиона не единственная хорошая новость для приверженцев физкультурного движения. До 2021 года в городском округе планируется построить два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них с бассейном разместится в парке «Питомник». Проектно-сметная документация уже согласована. Идет подготовка к началу строительно-монтажных работ. Возведение еще одного фока с ледовой ареной планируется на стадионе «Старт». Он позволит сделать катание на коньках доступным для горожан в течение года. И, конечно, станет базой для тренировок хоккеистов и фигуристов, которые в настоящее время вынуждены арендовать для этого коммерческую площадку. Таким образом, к концу 2021 года серпуховичи получат два новых и один обновленный спортивный объект. Такие проекты участники встречи приняли более чем позитивно. План порадовал. Если это все так будет, то просто замечательно. Просто еще людям надо побольше инициатив в свои руки брать. Потому что действительно, как сказали, что после работы приходят уставшие, плюхаются и все. Реконструкция «Спартака» и строительство в парке «Питомник» начнутся уже текущей весной. К работам на стадионе «Старт» планируют приступить в 2020 году.